Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Анапском международном прокуратуре в феврале 2014 года поступило анонимное обращение работников ООО «Возрождение» о невыплате им заработной платы. В ходе проведения проверки установлено, что перед 88 работниками имеется задолженность по оплате труда в период с декабря 2013 года по январь 2014 года на общую сумму 1 млн 224 тыс. рублей. В целях погашения задолженности Анапской международной прокуратурой в мировом суде судебного участка номер 118 направлено 88 заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 1 млн 224 рубля. По итогам рассмотрения юридическое лицо и его руководитель привлечены к ответственности в виде штрафа. Также Анапским юридическим прокурорам в адрес руководителя внесено представление об устранении нарушений закона, которое в настоящее время находится на рассмотрении. Маранапа Сергей Сергеев поставил задачу. Каждый пустующий участок земли в Анапе должен быть занят парками и скверами. На заброшенных годами участках начали высаживать деревья и кустарники. Оформляют новые газоны и ухаживают за уже имеющимися зелеными зонами. Глава города-курорта Сергей Сергеев нацеливает местные власти на то, чтобы каждый пустующий клочок земли в Анапе был занят парками, скверами и небольшими зелеными уголками. А уже имеющиеся зоны с зелеными насаждениями нужно обиходить, благоустроить и сделать еще краше. При обходе территории микрорайонов глава курорта посетил и Ореховую рощу. Фонтан можно сделать его лентой вот так, просто. А там пусть земля. И мне говорят, негде в микрорайоне сделать фонтан. Да вот людям сделайте. Новая водная чаша расположится в Ореховой роще на месте клумбы «Цветочная палитра». Работы здесь идут полным ходом. Фонтан спроектирован в виде цветка диаметром 8 метров с 10 округлыми лепестками, 6 вертикальными струями воды и дополнительными фонтанчиками по кругу. Жители и гости курорта уверены, что фонтан украсит рощу и добавит уюта парку. Не только новой архитектурной формой, удачно завершающей аллею роз, но и прохладой в жаркие дни лета. Идея замечательная просто, потому что это одно из самых красивых мест у нас в городе. Особенно когда у нас тут цветут розы вообще, это какое-то безумие. Очень красиво. Вообще это будет полезно для горожан, для нас и для гостей нашего города. Мы только это приветствуем. Дай Бог здоровья тем, которые думают не только о желудке, не только о кафешках и магазинах, а думают для того, чтобы и глаза, и вся-вся обстановка, и природа, чтобы была нам гармонична. За это мы спасибо говорим. Хочешь, чтобы здесь был фонтанчик? Да. А какой ты хочешь, чтобы был фонтанчик? Меленький. Будет воздух освежать. Здесь же трава, вот еще здесь есть полив. И на это самое, конечно, все будет зеленое, для детей приятно. Да и взрослым посидеть на скамеечке тоже. Подрядчик строительства фирмы «Русь», которая ведет работы совместно с фирмой «Фонтанград», обещает, что с открытием нового сезона анапчане и гости города смогут отдыхать в Орехово-Руще, любуясь новым фонтаном. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа-Регион. Приближается весенний призыв. Администрации города-курорта обсудили его задачи. В совещании приняли участие главы сельских округов и члены призывной комиссии. В прошлом году через призывной пункт прошли 1942 юноша. Из них 351 пошли служить в ряды российской армии и один на альтернативную гражданскую службу. Об организации призыва 2014 года расскажет Лариса Басова. Службу в рядах вооруженных сил не все считают своим долгом. В этом году в розыске находится 84 анапчанина призывного возраста. Правда, число уклонистов в два раза ниже показателя прошлого года. По осеннему призыву 2013 года лучше всех отработал Гайкадзорский сельский округ и станица Анапская. В этом году, чтобы весенний призыв прошел еще лучше, чем в прошлом, военкомат дал списки призывников администрациям сельских округов за месяц до начала призыва, а не как прежде во время призыва. А вот уклоняться от воинской службы не советуют никому. По исполнении 27 лет проблема не устраняется. Как и прежде, отсрочку от службы получат выпускники всех учебных заведений, чтобы сдать ЕГЭ и получить дипломы. За разъяснениями по любому вопросу можно обращаться на анапский призывной пункт. Лариса Басова, Максим Логоша, Анапа. Регион. Еще одна новость сегодня. Подробности расскажем прямо сейчас. Глава города-курорта Сергей Сергеев обязал ООО «Коммунальщик» вернуть контейнерные площадки на места их привычного расположения, чтобы устранить неблагоприятную ситуацию с мусором в Анапе, вызванную их необоснованной ликвидацией. Напомним, что в начале года ООО «Коммунальщик», ни с кем не согласовав свои действия, убрал часть контейнерных площадок для сбора и вывоза ТБО. И тем самым резко ухудшил санитарное состояние города. Чтобы решить проблемную ситуацию, пришлось вмешиваться администрации. В результате большинство площадок сегодня вернулось на прежнее место. Однако картину они собой представляют удручающую. Установленные контейнеры в большинстве своем не подписаны, и кому они принадлежат, понятно, не всегда. Зато легко можно выяснить, чей конкретно мусор складируется рядом с контейнерами. Зачем напрягаться, сминать и складывать пустые коробки? Ведь проще их выбросить, так как это делают возле магазина на улице Ленина, 181. Жители 3Б микрорайона сигнализировали не раз, ООО «Фирма Черное море» не стесняется оставлять рядом с мусором адресные этикетки. При этом договор на вывоз ТБО у магазина так и не заключен, так что хозяину фирмы Дудник следует немедленно заняться его подписанием. Нет договора и в магазине «Огонек». Предприниматели говорят, что хранят его дома. Этот документ нынче большая ценность, потому что за его отсутствие и за отвратительное содержание мусорных площадок рядом по жалобе или заявлению граждан можно будет заплатить штраф в сумме 100 тысяч рублей. Безобразное отношение к мусорным площадкам у магазина «Околица» на Ленина 200. ООО «Мега» и его хозяин «Крапетян» известны все округи как самые активные поставщики мусора в это место. Договора на вывоз ТБО, как и следовало, ожидать нет. Возможно, хозяев таких магазинов способен отрезвить только солидный штраф. И жильцов домов на углу улиц Серской и Крымской, расположенных во дворе зданий управления архитектуры, пора, судя по всему, призывать к совести. Старые диваны и матрасы, строительный мусор и все это накопилось за два выходных дня. Захламлена территория и у дома номер 10 в 12 микрорайоне, где рядом также расположен ряд магазинов. Мириться со сложившейся ситуацией власти города не намерены. Всех нарушителей санитарного порядка ждут серьезные штрафы. А в случае дальнейшего игнорирования требования на ведение санитарного порядка, еще и временное приостановление деятельности. Для выявления и наказания нарушителей создана санитарная комиссия, в состав которой входят представители федеральных служб, правоохранительных органов, городской администрации. Нисхождения к нарушителям не будет, ведь курорт должен встретить сезон в идеальном состоянии. Именно такую задачу ставит перед всеми службами, предприятиями и организациями глава города Сергей Сергеев. Депутат ЗСК Николай Иванюшкин начитался перед избирателями своего округа номер 39 о работе за 2013 год. На встречу с депутатом пришли руководители предприятий социальной сферы, санаторно-курортной отрасли Супсевского сельского округа, депутаты Совета города-курорта от сел Супсех, Варваровка, Сукоу, Триш, совместно с которыми Николай Иванюшкин решает многие социальные вопросы, помогая селянам. Зрительный зал Дома культуры села Варваровки заполнили местные жители. После отчета депутат провел прием граждан и ответил на все их вопросы по благоустройству и развитию инфраструктуры сел. В своем докладе Николай Иванюшкин рассказал о деятельности законодательного собрания Краснодарского края, Комитета по военным вопросам, воспитанию, допризывной младежи и делам казачества, членом которого он является. Подробно остановился на работе в округе. Я посвящаю активно все основные мероприятия, которые проводятся на территории 39-го округа и во всех, соответственно, сельских округах. В 13-м округе принял участие в таких мероприятиях, которые были посвящены Дню Гащитника Отечества, 70-летию освобождения Анапы и Анапского района от немецко-фашистских захватчиков, церемонии открытия стелы город-воинской славы. Не только военно-патриотические мероприятия в списке, проделанные за год работы. Большое внимание депутат ЗСК Николай Иванюшкин уделяет развитию спорта. В 2013 году он оказывал помощь в подготовке и проведении краевых турниров. Будучи 25 лет подряд директором детского федерального центра смены, он всячески поощрял занятия детей спортом. Им была создана команда по хоккейной траве. Члены команды не раз входили в состав сборных края и России. И в 2013 году вернулись в Анапу с Европейской универсиады с серебряными медалями. Ура нашим замечательным спортсменкам! Поддержка казачества и помощь в открытии казачьих кадетских классов были отмечены на отчетном сборе казаков Таманского отдела, состоявшемся в Анапе в ноябре 2013 года. Он был награжден нагрудным знаком крестом за заслуги перед кубанским казачеством. После избрания в октябре 2012 года главным направлением моей деятельности в округе стало дальнейшее повышение уровня жизни избирателей. Округ большой, в границе солнечного округа номер 39 входит 50 с лишним населенных пунктов города-корта Анапа и города-героя Новороссийска. Особое внимание Николай Егорович уделяет улучшению благосостояния селян и делает многое для развития инфраструктуры на селе. Поддерживает социальную сферу и в первую очередь дошкольные детские учреждения. С участием предпринимателей построен и введен в эксплуатацию в прошлом году корпус детского сада номер 32 «Ромашка» в Субсехе. Укомплектован оборудованием пищеблок, спальные и игровые комнаты. А в этом году был введен в эксплуатацию модульный корпус на 40 мест по краевой программе развития системы дошкольного образования в Краснодарском крае. Депутат Николай Иванюшкин оказал помощь по благоустройству прилегающей территории. Не остается без внимания просьба работников культуры, образования, директоров школ. Депутат уделяет внимание работе с обращениями граждан, встречам с избирателями, контролю за данными поручениями. В 2013 году проведено 33 приема граждан. Присутствующие единодушно одобрили деятельность депутата ЗСК Николая Егоровича Иванюшкина за 2013 год. Лариса Басова, Алексей Мухортов, Анапа-Регион. В субботу 29 марта в Анапе начнется первый этап спартакиада трудящихся городу-курорта. Заместитель мэра Анапы Сергей Козлов провел совещание с начальниками управления и главами сельских округов. Обсудили вопросы организации и проведения спартакиады. Более подробно о графике проведения соревнований расскажем прямо сейчас. Спартакиада объединит трудовые коллективы более 160 анапских организаций, учреждений и предприятий, из которых 84 представляют сельские округа. Заместитель мэра Анапы Сергей Козлов поручил начальникам управления и главам сельских округов проследить, чтобы все коллективы участвовали в мероприятии. До четверга все заявки на участие должны быть отправлены. Все должны участвовать в этой спартакиаде. Никто не должны. Это трудовые коллективы. Они на нашей территории. Я не думаю, что у них есть дети, у них есть семьи, у них есть все. Есть свой трудовой коллектив, который быстро и должен свою команду. Хотят они, этого не хотят, но этим нужно заниматься. В программу соревнований вошли 9 видов спорта – мини-футбол, стритбол, перетягивание каната, настольный теннис. Анапчане попробуют силы в гиревом спорте, скиппинге, прыжках на скакалке, легкой атлетике, двоеборье, женщины и мужчины. В плане соревнований в дартсе-шашке. Спартакиада пройдет в два этапа. В первом с 29 марта по 31 августа будут соревноваться трудовые коллективы организаций. А во втором с 1 по 30 сентября определится лучшая команда, которая поедет в Краснодар, отстаивая честь Анапы в финальном этапе спартакиада трудящихся. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа-Регион. Это все новости на сегодня и в завершении выпуска прогноз погоды. В четверг, 27 марта, в Анапе будет малооблачно без осадков. Температура воздуха в дневные часы 10-12, ночью плюс 9 градусов по Цельсию. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме, 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 10 градусов тепла. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте, а я с вами прощаюсь, до встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Телефоны – 48333.